Приветствую, уважаемых подписчиков, читателей и зрителей наших каналов. Как я сказал, теперь каждому ролику будут эпиграфы. Эпиграфом к этому ролику я хотел бы сделать такие слова. Среди динозавров оказывается более разумное существо. Был разумный вид. Я уже с отзыва на роман Олеся Бертника «Звездный корсар» начал писать и снимать отзывы, состоящие из нескольких частей. Фильм «Парк Юрского периода 3» тоже кажется мне достойным такого подхода. Это не значит, что я начал подозревать конспирологию в данной киноэпопее. Мне по-настоящему интересна и, во всяком случае, пока показалась в ней другая мысль. Мысль, которую я вынес в эпиграфах, мысль о том, что был, оказывается, разумный вид динозавров. И мне хотелось бы поговорить об этом детально. Поэтому и отзывов на этот фильм будет, по сути, несколько. Также я хотел акцентировать немного больше внимания на том, что биосфера Мезозоя, по сути, начала экспансию на нашу с вами биосферу. Фильм «Парк Юрского периода» – это первый фильм данной франшизы, снятый не Стивеном Спилбергом, хотя он участвовал в его продюсировании. Вторая важная деталь – он не основан на книгах Мэкла Крайтона, хотя многочисленные сцены в этом фильме взяты именно из данных книг. Фильм снял режиссер Джон Джонстон с разрешения Спилберга. Про Катя фильм тоже был очень успешным. Он собрал 368 миллионов долларов. Вот как выглядит постер фильма. Хотя, как я сказал, особый интерес у меня вызвала тема того, что среди динозавров был разумный вид, а также тема экспансии мезозойской биосферы. Эру кайнозойскую. Но, понятно, я не могу не рассказать об интриге фильма. Благо, в отличие от «Звездного корсара», сюжетная линия здесь одна. Главные герои фильма – бывший муж и жена Пол и Аманда Кирби, у которых есть малолетний сын Эрик, который пропал на острове динозавров. Как такое могло произойти? К сожалению, очень просто. После развода Аманда, как я понял, живет с другим мужчиной. Его зовут Бен. Кстати, в некоторых источниках его называют дядя Эрика. Но у меня лично созвалось впечатление, что это новый, как сейчас говорят, гражданский муж Аманда. После событий, показанных во втором фильме, об острове динозавров уже знает весь мир. И естественно, обычные люди не понимают, какая это чудовищная опасность – соваться на данный остров. Напротив, многим из них это очень интересно, а некоторые к тому же и воображают, что это очень денежно. Да и то, если снять видео с настоящими динозаврами, то понятно, что за такое видео очень хорошо заплатят. И похоже, аналогичный план и появился у Бена. Он нанимает катер и берет с собой параплан. И на параплане, буксируемым катером, идет вдоль побережья острова динозавров. В надежде, что некоторые из них выйдут на берег, и он снимет их на камеру. И он также не находит ничего более умного, как взять такое захватывающее приключение Эрика с собой. И самое главное, не только на катере, но и на параплан тоже. Хотя это летательный аппарат по определению, рассчитан на одного человека. Около острова катер входит в полосу Тумана. А когда выходит из нее, выясняется, что на катере нет ни одного живого человека. Видимо, их съели летающие динозавры. Позже мы поговорим о них куда подробнее. Они имеют прямое отношение к теме. Неуправляемый катер же несет на рифы. И он на рифы налетает. И Бену ничего не остается, как отцепиться от катера и спланировать на остров чудовищ. Вместе с мальчиком. На этом, понятно, их след обрывается. После пропажи Аманда обращается за помощью к бывшему мужу. Он мелкий бизнесмен. Как бы у нас сказали владелец хозяйственного магазина. И они начинают пытаться вначале легально организовать поиски ребенка. Но правительство США не идет им навстречу. Тогда они начинают действовать нелегально и не совсем честно. Хотя, конечно, родители, оказавшихся в таком положении, сложно не понять. Они нанимают самолеты группы наемников. Хотя, понятно, не сильно квалифицированных. На настоящих мастеров своего дела у них просто нет денег. И собираются нелегально лететь на остров. Но ясно также, что нужен специалист по динозаврам. И они решают обмануть героя первого фильма. Палеонтолога Алана Гранта. Пол выдает себя за миллионера. Которому по плечу спонсировать работу Гранта. А в благодарность за спонсорство они просят его устроить ему и его жене воздушную экскурсию над островом динозавров. Что они в разводе, они им, понятно, не сказали. Аллан остро нуждается в деньгах для продолжения исследований. Поскольку стоит на пороге революционного открытия. Прежде, чем мы начнем разговор об этом открытии, нужно поговорить об одной важной детали. Дело в том, что в данной франшизе есть серьезная ошибка. Создатели фильмов перепутали два вида динозавров. Разумный вид динозавров в фильме они называют велоцирапторами или краткорапторами. И эти динозавры участвуют в самых драматических эпизодах самого первого фильма. Но на самом деле этот вид динозавров называется дайнуних. И разница между обоими видами более чем существенна. Велоцираптор был небольшим динозавром. Даже, скажем так, по нашим меркам. По меркам млекопитающих. Он был до полутора метров в длину. 40-70 сантиметров в высоту. И весил 20-25 килограммов. Самое же главное, он был классическим пернатым змеем. Без кавычек. Да, легенда индейцев и абстеков о пернатом змее. Кетцалькоатле. Возникла далеко не на пустом месте. Велоцираптор был покрыт перьями. Вот как он выглядел. Картинка из википедии. И понятно, пернатыми ящерами были не только рапторы. Были и другие виды. Добавлю. Мне в научной литературе даже встречалось утверждение, что современные страусы – это не птицы, а теплокровные рептилии, покрытые перьями. Не знаю, правда, насколько оно опасно. Специально его никогда не проверил. С Дайнонихом же ситуация несколько другая. В частности, он был куда крупнее. Рост доходил до 3,3 метров, а вес – 200 кг. Есть также мнение, что он тоже был пернатым, но оно считается недоказанным в полной мере. В фильме он не пернатый. Вот как он выглядит в фильме. И, как я уже сказал, его там упорно называют велоцераптором или краткораптором. И именно этот вид динозавров нас интересует особо. Поскольку революционное открытие Алана касается именно его. Дело в том, что он, используя компьютерную технику, начал изучать их ротовую полость. И именно ротовая полость этого вида динозавров и принесла сюрпризы. Выяснилось, что она позволяла им произносить члены раздельные звуки. Или по-русски эти динозавры умели разговаривать. У них была речь. Нужно также сказать, что работа Алана несколько изменилась. Изменилась в том плане, что у него теперь новый помощник. В его палеонтологических экспедициях. Дело в том, что главная героиня первого фильма и бессменный помощник Алана, Элис Сеплер, вышла замуж. И у нее уже маленький ребенок. И понятно, она больше уже не может. В поле она занялась фундаментальной палеонтологией. А у Алана теперь другой помощник. Молодой талантливый палеонтолог. А также специалист по компьютерам. Как раз и организовавший изучение ротовой полости. Да и на них его. Что и позволило прийти к выводу, что они умели разговаривать. Его зовут Билли Брэна. Самое же главное, Эли вышла замуж не за простого человека. А за очень высокопоставленного сотрудника Госдепартамента. Его зовут Марк. И он располагает большим личным могуществом. Причем не только в США. Но и за их пределами. И при этом Марк, что крайне редко бывает на таком уровне. Порядочный человек. Почему я остановился на этом? Дело в том, что это спасло главным героем фильма жизнь. Но об этом понятно бы тоже. Поговорим позже. Но и ясно, что Элис стала первой. Кому Аллан сообщил о своем революционном открытии. Вот фрагмент, в котором он это сделал. Вот стоп-кадр. Ну и пробую его оживить. Если фрагмент пропустят алгоритм. Ну, что нового? Рапторов помнишь? Да, милашки. Помнишь, как они кричат? К сожалению, да. Эли, все наши теории об их интеллекте, об их способностях, были далеки от истины. О чем ты? На томограммах окаменевших черепов мы обнаружили что-то вроде сложной резонирующей камеры. Это значит, что рапторы умели управлять голосом? Да, и благодаря этому могли общаться. И были способны к коллективным действиям? Да, и координировали внезапные нападения на добычу. Они умели говорить? Это просто невероятно. Они очень умны. Они умнее дельфинов и китов. Даже умнее приматов. Ну и ясно, что Алан понятия не имеет, что скоро ему свою революционную гипотезу придется проверить на практике. И как всегда проверить при чудовищных обстоятельствах. В прямом смысле. Только теперь в событиях будут принимать участие не только обычные чудовища. Но и первый раз с определенностью чудовища разумные. Но об этом мы поговорим в следующих отзывах. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах. Пишите комментарии. Смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно вы видите в подсказке и на конечных доставках.